На том же месте, что и 30 лет назад, 16-е зимние сельские игры «Оренбургская снежинка» стартовали в Кувандыке. Первый турнир в 1981 году проходил в этом же городе. За три десятка лет многое изменилось, но блеск в глазах участников и жажда спортивной борьбы остались прежними. Об открытии «Оренбургской снежинки» наш следующий сюжет. Именно с Кувандыкского района берет начало летопись зимних сельских игр. 30 лет назад здесь впервые прошли соревнования «Оренбургской снежинки». Спустя 10 лет, в 1991-м, Кувандык снова собрал сельских поклонников зимних видов спорта. Так что можно с уверенностью сказать, что у района достаточно опыта в проведении подобных мероприятий. 16-я «Оренбургская снежинка» просто обязана быть не хуже предыдущих. За час до торжественного открытия в актовом зале администрации района собрались лауреаты областного смотра конкурса «Оренбургская параллель движения для здоровья». Приверженцы активного образа жизни и спортивные семьи. Они принимали поздравления и памятные подарки из рук губернатора области Юрия Берга. Среди тех, кто получил награды – Зайцев из Грачевского района. В этой семье два капитана. Я капитан хоккейной команды «Сокол» Грачевского района. Мы чемпионы области 2007 года были. Неоднократные призеры «Оренбургской снежинки». Это наш сын Паша. Он является также капитаном хоккейной команды самых маленьких. Мне нравится, что там можно поиграть с клюшкой, забивать голы, радость также. И участвовать на искусственном льду кататься на коньках. Назначенный час на стадионе «Креолит» началась церемония открытия, праздничная вдвойне. Ведь начало снежинки совпало с Днем защитника Отечества. Сразиться за первое место на финальные соревнования приехали 35 команд районов области. Это 609 смелых спортсменов. Экзаменовать участников на выносливость взялась и погода. В Кувандыке стоял 30-ти градусный мороз. Свои коррективы он внес и в программу открытия, которую пришлось сократить. Однако от этого она не стала менее яркой. Уже от одного разнообразия цветов формы пестрило в глазах. Среди участников снежинки не только любители. В составе команд 9 мастеров спорта и 12 кандидатов. Победителям различных соревнований и ветеранам спорта предоставляется право поднять флаги и зажечь огонь 16-х зимних сельских игр. К восторгу участников и зрителей появляется символ Оренбургской снежинки с главным кубком. Именно за эту награду предстоит бороться спортсменам. Главный арбитр соревнований Валерий Брынцев обещает судить честно и беспристрастно. По итогам этих игр Оренбургской снежинки будет составлена команда Оренбуржи, которая будет представлять Оренбургскую область на всероссийских играх Омской области. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы спортом занималось как можно больше. Особенно детей и молодежи. И без разницы в какой местности, в сельской или городской. Это здоровый образ жизни. Уже на следующее утро команды вступили в борьбу. На трех площадках, расположенных по соседству, развернулись баталии по мини-футболу, хоккею с мячом и с шайбой. В каждом из этих видов спорта на старт вышли 8 коллективов, дошедших до решающего этапа снежинки. Неплохие шансы в этом году имеет Кувандыкский район, который на права хозяев автоматически вышел в финальную часть соревнований. В то время как на территории спортивного комплекса «Креолит» участники проявляли себя в командной игре, за городом в индивидуальной гонке, а впереди друг друга старались лыжники. Однако на следующий день сплоченность требовалась и от них. Состязаться пришлось в эстафете. Соревнования во всех видах программы проходили при большом числе зрителей. Отыграв свой матч, хоккеисты отправлялись болеть за своих на футбольное поле и лыжную трассу. Ведь поддержать земляков – дело благородное.